Сегодня на правах рекламы я хотел бы посоветовать вам посетить канал Масоши Токуми. Автор комбинирует у себя на канале аниме с другими крутыми вещами, такими как летсплеи по Майнкрафт, пародии на оперинги, интересные стримы и конечно же АМВ по вашим любимым аниме. Канал молодой, так что поддержим, друзья. Ссылка на него в описании под видео. Всем привет, с вами Натсу, и это мое первое впечатление на аниме-новинку этого сезона, которое выбилось в лидеры во всевозможных мировых топах с самой первой серии. Говорю я про аниме «Город, в котором меня нет», или если на японском «Бокугай на анимаши». Увидев сколько в последнее время это аниме мелькает в новостях, я все же решился сесть вечерком и посмотреть одну-две серии, чтобы сделать первое впечатление, если аниме окажется реально стоящим. Я и представить тогда себе не мог, что это аниме окажется более чем просто стоящим. Оно невероятно крутое, у меня просто зашкаливают эмоции после его просмотра. Съех посмотреть всего одну серию, я посмотрел все пять, я просто не мог от него оторваться. Сюжет невероятно затягивает, и от увиденного реально пробирает насквозь. Да и посмотрев, кто же является режиссером данной картины, я уже не удивлялся. Ведь это Ито Томахико, человек, приложивший руку к таким аниме, как «Тетрадь смерти», «Мастера меча онлайн» и «Синий экзорцист». А это на минуточку все мои любимые аниме. По сюжету Сатора Фуджи Нуман, 29-летний парень. Да, вы не ослышались, наш главный герой опять не какой-то там школьник, а 29-летний мужик. Что-то в последнее время японцы зачастили делать героев не школьниками, а взрослыми такими людьми. Вначале врата, теперь тут. Я считаю это весомым плюсом, ведь это отход от таких приевшихся штампов и совсем другие характеры героев. Ну так вот, я отвлекся. Сатору – целеустремленный мангака, страдающий от того, что не может выразить себя в своих работах. Именно из-за этого недостатка большинство его работ отклоняется редакторами. И если вы уже подумали, что это аниме про повседневную жизнь мангаки-неудачника, то вы ошибаетесь. Кроме этого занятия, Фуджи Нума обладает сверхъестественным даром. Он может откатывать время вспять, но не по своей воле, и как правило, не более 2-5 минут назад. Причем этот дар работает не просто так, а тогда, когда должно случиться какое-то несчастье. И Сатору решил для себя, что будет помогать людям. Каждый раз, когда происходит подобный прыжок, он старается заметить какие-то мелочи вокруг себя, которые как-то выделяются на фоне всего остального, дабы предотвратить беду. И как он потом сам признался, этот самый дар нередко помогает спасать жизни людей. Но сам он при этом нередко оказывается пострадавшим. И вот уже в первой же серии, таким образом, Сатору спасает ребенка, и сам попадает в больницу. Позже к нему приезжает его мать, и мы начинаем узнавать интересные подробности о нашем главном герое. Оказывается, что когда он был маленьким, он уже был свидетелем страшных событий. В его городе жил маньяк, похищающий детей, которого он даже хорошо знал. Потом этого маньяка посадили, но очень большая вероятность, что посадили совсем невинного, а настоящий убийца все еще гуляет где-то на свободе. В общем, уже в самой первой серии сюжет настолько закрученный и интересен, что ты не можешь оторваться от экрана. Ты хочешь узнать, что же будет дальше. А дальше все. В той же первой серии происходит такой поворот, что его и представить сложно. Он прям невероятно неожиданный и крутой. Я немного догадывался, что сделают что-то в таком духе, но не так я себе это представлял. Сделали все просто офигенно. По-другому и не сказать. И в конце этой серии далее происходит очень трагичное происшествие. И прямо сразу за ним это офигенная развязка, которая и делает сюжет более сверхъестественным и интересным. Что же там произошло, я говорить не буду, дабы не портить вам первое впечатление. Так как если вы еще не посмотрели это аниме, в первый раз это будет очень круто. В общем, посмотрев первые пять серий, могу сказать, что детективная составляющая в аниме просто шикарная. По ощущениям даже напоминает первые серии Тетради Смерти. Да и не просто так у них один и тот же режиссер. Догадаться, кто же в этой истории плохой, мне кажется, не получится до самого конца. Интрига держится хорошо, и атмосфера чего-то таинственного не пропадает. Надеюсь, что так будет до финала. Пока ни одна серия не провисает. Все идет ровно, на высочайшем уровне. Если ничего не испортят, то я думаю, что это аниме войдет в список моих любимых. В аниме заявлено 12 серий. Жанры тут драма, детектив, сенон и, конечно же, мистика. А возрастной рейтинг R17. В общем, серьезное взрослое аниме. Если вы не знали, что посмотреть в этом сезоне, то надеюсь, я вам помог. Реально стоящая вещь, если вы не против данного жанра. Теперь остается лишь ждать его полного выхода. И тогда я думаю, что сделаю на него полноценный обзор. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Оставляйте ваши комменты. И делайте репосты в соцсетях. Вам не сложно, а мне вы очень поможете. С вами был Натсу. Всем добра. Скоро свидимся с вами в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok